Дарья Дугина Она села в свой автомобиль, отец сел в свой, он поехал за ней и на повороте, где на повороте большие веземы, напротив въезда в Голицын, произошло взрыв. Она погибла. В августе 22-го года на фестиваль приехали и участники общественной организации «Дети войны». Они смогли лично поговорить с журналисткой. Мы беседовали с ней, мы смотрели, слушали его отца, ее отца. То есть были рядом вместе наши 40 человек и вдруг, когда приехали домой, не успели приехать домой и нам говорят, что вот так погибла Дарья. Уроки мужества, посвященные Дарье, стали проводить почти год назад в Можайске. Теперь проект стартовал и в Одинцовском округе. В этот раз площадкой для проведения урока мужества стала библиотека номер один. Но это только начало. Сделать свою версию урока мужества Дарьи Дугиной, свой сценарий, мы это готовы помочь. Но самое главное, как я сегодня говорил, это урок эра героев. Это проект, который мы хотим впервые организовать здесь, в нашем Одинцовском округе. История каждого солдата, история каждого Одинцовца, который был на войне. Рассказать о Дарье Дугиной не только старшему, но и подрастающему поколению, охватить разные аудитории. Задача патриотического проекта. На ее примере мы должны показывать нашему подрастающему поколению, воспитывать их в духе патриотизма. Дарья Дугина на самом деле должна стать сегодня, и наша задача в этом, символом патриотизма, символом любви к своей родине. Она была настоящим русским воином, так говорят про Дарью Дугину. О ней осталась не только память, но ее послание каждому русскому человеку. Топия Высим и его сердца. Дневник Дарья поступил в продажу. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.